о чем мы сегодня с вами будем разговаривать об анатомии решения задачи хочу показать систему которая позволит вам справляться с задачами с любыми на базе я вам показал вертикальность а теперь покажу вертикально горизонтально это как бы поддержание себя в неком состоянии которая позволяет справляться с задачами то есть а вот теперь хотел бы показать вертикально гаризонтальную систему как решается произведение для решения подобного рода задачи нам нужен комплекс сектор по причине того что только он позволяет управлять дистанцией пока вы не умеете более высоких уровней инструментария сектор в принципе такой инструмент который доступен в среднестатистическом бизнесмену и сектор это очень мощная система крайне мощная система мощнее ничего в мире нет на сегодняшний день которая позволяет с этим назначено справляться вам давайте я задам вопрос который выглядит так как по вашему мнению выглядит устройство задачи вы собираетесь решить задачу допустим взять кредит в банк допустим как выглядит устройство этой задачи дать что ты думаешь выбрать банк где взять условия которые для меня более выгодные ну то есть как бы чтобы я поменьше платила потом процентов подписание договора да взятие кредита все твоя схема подразумевает что тебе кредит дают да да а я не знаю дают ли тебе кредит или нет ну да есть определенные условия для взятия кредита то есть застава ну как это называется ну золок 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 о чем речь в соответствии моих возможностей ну скажем так кредит сейчас не каждому подойдут согласен ну такая схема как смотрите для того чтобы решить задачу любую любую не важно какая это задача нужно понимать устройство задачи то есть в силу того что вы не понимаете устройство вы всегда допускаете ошибку при решении задачи и никогда не добиваетесь одним данным при ее решении понимаете да то есть человек среднестатистический он всегда допускает ошибку на стадии проектирования задачи всегда обидно тогда когда человек знает это все и не может с этим вопросом как бы справиться то есть в силу применения системы автоматизма в человеческого тела для разрешения этой задачи то есть прежде чем решать любую задачу первый вопрос который вам необходимо задать себе что вы будете использовать чем вы располагаете на сегодняшний день то есть поэтому начинается решение любой задачи с интеллектуального актива всегда решение любой задачи начинается наличие интеллектуального актива если вы не знаете что вы осознательно будете использовать при решении этой задачи первое с чего начинается решение задачи но мы не можем выбрать интеллектуальный актив пока не понимаем конечный инцидент нужен конечный инцидент чтобы подобрать под него интеллектуальный актив то есть но у человека есть неприятность человек всегда делает восемь вещей восемь применяя систему автоматизма человеческого тела Юля доложите нам каких восемь вещей делает человек подмена конечного инцидента да то есть он подменяет конечный инцидент один на другой подмена конечного инцидента эта вещь выработана у человека который что не способен справляться за задачу он всегда обманывает самого себя то есть он хочет любви и счастья а говорит что хочет того просто лжет в себя и лжет другим тем самым делает несчастным себя и пытается сделать несчастным других всегда пустая вещь в бизнесе то же самое говорит что хочет суд выиграть а на самом деле ответственность переложить хочет на кого то просто все просто второе что люди все делают подъем на роли меняют роль как они это делают просто когда надо быть учеником а не женщина когда надо быть женщиной и учеником когда то есть что роль создает сразу другую систему координат это применение вооружения системы координат против человека с которым мы разговаривали сразу и когда это еще достают как паршиво кота из-под стола и вытаскивают на свет божий и говорят подожди разве я нанимал мать двоих детей на работу разве у нас был такой уговор с тобой разве у главного бухгалтера может быть дети вообще главный бухгалтер и дети вещи какая несовместимая совершенно дети есть у матери а у главного бухгалтера детей быть что не может никаких поэтому при чем здесь ваши дети ваша заработная оплата я же нанимал то не мать с двумя детьми а главного бухгалтера если вы сказали разведи меня как мать двоих детей я вас не взял никогда вот что они делают постоянно это по сути применение вооружения системы координат человек ежедневно то есть он просто я вам объясняю как это вообще происходит как рушится инцидент вроде благая вещь которую вы вот тут выпистывали вдвоем как рушится инцидент очень просто схема работы крайне проста и умеет это делать каждый человек просто не понимает что делать просто не понимает что делать но можно начинать после того как я это скажу осознанно в качестве вооружения представьте себе идет собака носение лопа де вега премьера в театре и в турух главная прима актриса начинает играть что бездомор вы знаете что на примере начинается представьте себе что вот так ломается спектакль истерика свист кидание билетов требование вернуть деньги и так далее я думаю вот что происходит когда женщина становится учеником когда ей надо быть женщиной кто подставляет роль в инцидент в соответствующем нижний уровень вверх ему всегда здесь я в присутствии генерального стою то и я подставляю роль которую он хочет видеть на следующий момент не могу я находиться в роли в которой хочу я невозможно я хочу видеть роль женщины будь любезна вот сейчас я хочу видеть роль женщины пожалуйста будь любезна будь женщиной через секунду хочу видеть эксперта будь любезна быть экспертом человек должен понимать в какой роли нужно быть чтобы не создавать сопротивление в этот момент времени например генеральному директору от матери слышать крик в трубку выносимо? конечно а сыну? спокойно он к этому привык правда? то есть надо перестать быть в этот момент генеральным директором мы будем стать сыном на время на 10 минут побыть с сыном а потом положить руку и опять стать генеральным директором вот о чем речь очень сложно с этим с этим человеком потому что он делает постоянно вот эти вот вещи что он еще делает? подменяет понятия подменяет понятия то есть он подменяет вам одни понятия на другие он начинает путать хрен с пальцем боже дам с вишнице как мы здесь говорим начинает что? страшно обижаться ада его за нос хватает и говорят подожди не, ну можно же по-человечески не, ну можно же по-человечески где, ну можно же по-человечески не, ну боже нельзя нельзя Парьте тем, кто во-первых мурак. Вы парите этот чаек тем, кто во-первых мурак. Нельзя. И вы должны это четко понимать. Совершенно четко. Когда с вами это начинают делать, а останавливает человек. Сразу же. Пусть обижаются. Пусть обижаются. То есть прямые открытые отношения, это честные отношения. И это вызывает уважение даже у негодяев. Даже у негодяев это вызывает уважение. А хитрые, непонятно какие хитро сделанные отношения между людьми вызывают у людей что? Только злость. Никто не хочет выглядеть идиотом. Если угодно, хотите сделать это. Вот у меня есть адвокатеса, подруга моя. В Одессе. Она говорит так. То есть если они меня держат за дуру, пусть держат правильно. Пусть держат правильно. Если меня за дуру держат, пусть держат правильно. Она застилась на прокуратуру. Если меня держат за дуру, пусть они делают это правильно. Да, вот так. По-явлейски так им сказала и прокурор засмеялся. Если вы меня держите за дуру, держите меня правильно. Вводят в заблуждение. То есть сообщают вам заведомо неправдивые сведения, выливают на вас свое миропонимание, тащат вам, подменяя понятие, тут же вводя в заблуждение свою семью на голову, свои проблемы, сразу приходят. Начинается, шоу бы нехило. Давайте будем дружить, но сначала погасите все мои кредиты. Частое очень. Приходит человек и говорит, я хочу взять кредит. Олег Викторович, поговорите с финансовой группой, чтобы мне дали деньги. Цель – рассчитаться с долгами. Ну да, теперь перед одной финансовой группой. То есть, по сути своей, цель – психотерапия, а не кредит, не зарабатывание денег. То есть, раздергивающие вот эти вот сознание превратить в одну точку, постоянно, а не кредит. То есть, по сути своей, человек занимается психотерапией, а не бизнесом. И вы должны это понимать. И вы должны это понимать. Четкая, грамотная. Что у человека происходит? Он не добивается результата, который хочет. Никогда. Любой вопрос можно решить. Любой. Если подойти к этому вопросу, как? Грамотно. А человек что делает? Он пытается, как бы, приспособиться. И вас приспособить, в конце концов, под себя. Как ему удобно. Очень просто это увидеть глазами, прямо проверить. У кого-нибудь есть родственники, которые приезжают в гости? Есть? Как долго вы их можете терпеть все равно? Они начинают переставлять ярлыки на вашем мобильном устройстве, на ноутбуке. Да? Они начинают переставлять ваши вещи, начинают переструктурировать квартиру полностью, да? Вас начинают мкнуть, клеить, вы их останавливаете, да? То же самое вы делаете в миру, что и ваши родственники, когда приезжают к вам домой. Всегда вспоминайте этот пример, который вы пытаетесь человека премастырить под себя. А он не мастырится. Он вас хочет премастырить под себя. И вот вы друг друга мастырите, это называется так. Кто кого... Когда? Павел Валентинович, у него другое выражение есть. Каждый думает, что он это делает с тем человеком, когда в этот момент это делают с ним, но он думает, что он делает только это с ним. Да, вы всегда очень любопытны. У меня есть подруга, близкая подруга в Одессе. Она говорит про одесских женщин так, что мы делаем одно дело с апреля по аву, а потом с сентября по март ищем работу, чтобы никто не думал, что мы делали это дело с апреля по аву. Не знаю. Не знаешь, какое дело? Нет. Знаю, но... Я же знаю, если на живописи. Я же знаю. Все в Одессе знают. Все прекрасно. Все прекрасно понимают. Просто слов не говорят. В Одессе все прекрасно понимают. Там как раз открытая обстановка абсолютно. Ира, смысл в том, что я вам объясняю некий принцип. Да, а я понимаю. И рассказываю примеры, как вы могли бы это увидеть в жизни по приехавшим родственникам и так далее и так далее. Что такое эгоизм, по сути? Вы, конечно, задавали вопрос, что такое эгоизм? Это когда вы навязываете свою систему автоматизма и пытаетесь сделать другого человека частью своей системы автоматизма. Под себя. Примастырить, как в музыке говорили. Правильно? Примастырить его. Человек. Вы когда-нибудь видели, что бы я кого-то хотел сделать частью своей системы автоматизма? Правильно. Никогда. Почему? Да у меня с автоматизмом все в порядке. Мне не надо, чтобы мои эстафетные роли были кем-то в моей жизни. Это мои эстафетные роли. Я никому их не даю. Всем по рукам, никто их трогает. Это мое. Я никому свои автоматизма не навязываю. Будет так, как я сказал. Не потому, что я так сказал, а так положено. Кем положено? Предками. Так положено издревле. Это канон. И я что, соответствия добиваюсь всегда в менеджменте? А не автоматизма. То есть добиваться соответствия это что? Воспитание. Человек. А контроль его это автоматизм. Бить его по носу. Бить его по носу. С целью сделать его запчастью своей системы автоматизма. Это вот как раз что? Примастырь. Это как раз примастырь. Это как раз примастырь. Это вот как раз то, что женщины называют, что он придурок не понимает своего счастья. Вот это выражение, оно как раз в болван. Эстафетная роль. Интересно, как себя чувствует мужчина, который является эстафетной ролью в системе автоматизмов человеческого тела женщины? Наверное, это просто потрясающе. Это удивительное состояние души человека. Вы придумайте просто. Вот просто представьте себе. Или когда женщина становится эстафетной ролью в системе автоматизмов мужчины. Представьте себе, как себя чувствует женщина. Человек вообще не может быть частью чужой системы автоматизмов. Он может быть либо родопричастным, частью рода. Либо частью общества, государства и так далее и тому подобное. То есть системы некой. Или группы системы. Когда его человек примастыривает, он становится вот этой ролью эстафетной в его системе автоматизмов. И у нас выйти замуж значит сделать кого-то частью системы автоматизмов человеческого тела. Сейчас даже уже многое время ходит расхожее такое название, которое называется «Он ее не хочет». Не хочет поставить вот эту болванку. Вместо роли желания. Что такое женщина современная, которая называется «Я люблю его». То есть мне подходит. Хотите влюбить в себя женщину? Это же лимитарно вообще-то. Что нужно сделать? Стать ее ролью в системе автоматизмов, в ее человеческого тела, которое отличается вариантом. То есть желание, то есть роль обеспечивающего существования всего. Согласиться быть этой ролью в ее системе автоматизма. И она в вас влюблена по уши. И она в вас влюблена по уши и просто в восторге. Это называется «счастье женщины». Как мужчина, у которого куча вариантов для вас? Вам такие не нравятся? Ну, наобрандается всегда, когда мужчина что-то из себя представляет и имеет отличную точку зрения. То есть не поддается. Тот, который во всем угоден, неинтересный. То есть тот, который делает вас частью своего автоматизма. Куда вставляют женщину? В какую роль эстафету? Вместо какой эстафеты? Согласен? Ну, конечно, жертва. Безусловно. Она согласна вместо меня. Я не жертва теперь. Жертва она. Я большой толстый сильный. То есть утверждение за счет другого человека. Вот и все. Поэтому он ее тягает к себе, бьет ее, мучает, издевается над ней. Ничему ее не учит, не требует дисциплины, не любит ее, не хвалит, не наряжает его церковь. А целыми днями делает ее виноватой во всех смертных грехах своих, собственно. У нее психологическая разгрузка. Пришел в дыдь уже, я дал, фу, жизнь на лай, растут. Вот это сегодня, то что сегодня во всем мире. Конечно, вместо жертвы ставят. А женщина, мужчину, вместо обеспечивающих существование. Все. Виноватая во всем. Коза. Жена во всем. Помните, Сережа был с Москвы на семинаре, да? У него проблемы с этим такие серьезные, психиатрические. У него женщины во всем виновны в этом мире. Я, например, никогда так не считал. Я считал, что женщина, это дар Божий. Я никогда не считал, что женщина все виновата. Я считал всегда, что каждый человек сам за свою душу ответит. Каждый человек. Женщина, мужчина, разницы не имеет. Никакой вообще. Но примастыривать людей, это мазыгское занятие, вот это вот, Шевцовское. Примастыривать людей. Есть куча способов это делать. Мастырить людей. То есть вставлять их вместо роли в системе автоматизма человеческого тела. Вот и все. Я не справилась. А где этот? Где вам? Вместо роли завоевывающей территории. Поставил его. Давай. Защищай меня. Завоевывай. Завоевывай. Завоевывай территорию. Иди вперед, мои небритые мальчики. Фюрер ведет у вас. Вперед, Орле, я за вами. Я смело постою за вашими спинами. Все. Мужчина что? Должен подменять понятие завоевывать территорию. Как бы быть дьяволом. И такие дьяволы нравятся женщинам. Очень. Шустрый да быстрый, выйдешь в министр. С честью и с отвагой станешь бродяга. Помните? Донцы завжды. Донцы завжды. Вот и то, и то крайность. И то, и то правильность. Никакого равновесия в середине. Да? Всегда существует правильное отношение к событиям. Правильное отношение к бизнесу. То есть, восприятие должно быть какое? Верное. То есть, чистое. Незатемненное. И оно не должно соответствовать вот этому вот анекдоту. Когда сидит заяц, приколачивает коноплю. Идет лось и говорит. Заяц, ты что с ума сошел? Ты что творишь? Посмотри на этот мир. Чистыми, незатуманенными наркотиками и глазами. Идет чистый, белый изначально. Видит поляна. Там такой дуб спиленный. А на нем медведь с кабаном эту коноплю приколачивает себе. Он говорит. Медведь, кабан. Что вы делаете? Посмотрите на этот мир. Незатуманен ему. Глазами. Он говорит. Ты что, лося встает? Он говорит. Он говорит. Когда она курится. Вот такой фигурный. Понимаешь? Чтобы вот так с вами не получилось. Понимаете? Чтобы вот так с вами не получилось. Что еще они едут? Прикидываются. Да. Вот какая 368 Superman. Прик ninety года они едут в зал. Сразу выSlake. Это finest. Рабилamıra. Где тогда их такой разрядской отдохпер? Вот. Почему?